Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Арабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие семь дней в кратком обзоре новостей. 24 марта в воскресенье анапчане выбирали главу города-курорта. Явка избирателя на выборах составила более 34%. Несмотря на холодный ветер и внезапно выпавший снег, в общей сложности в Анапе проголосовали более 38 тысяч человек. Уверенную победу на выборы главы муниципального образования город-курорт Анапа одержал кандидат от «Единой России» Сергей Сергеев. За него проголосовало более 80% анапчан. 25 марта по всему миру отмечается День независимости Греции. В поселке Витязево прошло праздничное мероприятие, на котором День национального возрождения отмечали все анапские греки. А поздравить их пришли русские, армяне и казаки. Гостей встречали большим концертом в Доме культуры. Там выступали творческие коллективы Витязева и приглашенные гости из Анапы. Московский кинорежиссер Василий Яцкин побывал в Анапе с миссионерской культурно-образовательной программой. В Центре культуры Родина проходили кинолектории, названные так же, как и фильм Василия Яцкина «Под солнцем». На лекциях режиссер поднимает сложные темы информационной войны, растления, наркомании, ювенальной юстиции и другие. Василий Яцкин уже объехал больше половины России, Беларуси и Украины. Его аудитория – студенты, военные, заключенные, чиновники, педагоги, родители, методисты отделов образования. В Белом квадрате открылась выставка работ лучших художников края. Центральное место на выставке занимают работы семейной династии Завизионных Кривенко. Геннадий Завизион и Дамир Кривенко в 2012 году удостоены дипломов Творческого союза художников России за вклад в развитие отечественной культуры. Полотно «Палитра Чурс» Дамира Кривенко отправится после выставки в частную коллекцию Соединенные Штаты. Все картины, представленные здесь, достойны внимания, и каждый на этой выставке найдет пищу для души. Портреты, пейзажи, натюрморты выполнены акварелями, красками, графиком. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Торжественное клятвое вступление в должность. Сегодня состоялась инаугурация избранного главы муниципального образования в город-курорт Анапа. Лучшие торговые места пенсионерам. Овощной рынок на стометровке по улице Чехова получит новое место прописки. В Субсекском сельском округе проходят профилактические мероприятия под прицелом санитарной обстановки в заповеднике Утриш. Год до Олимпиады. Спортивные объекты, развитая инфраструктура и новые перспективы для Олимпийского Сочи и всей Кубани. Сегодня в городском театре состоялась внеочередная 47-я сессия Совета муниципального образования в город-курорт Анапа, на которую было принято решение о вступлении Сергея Сергеева в должность главы муниципального образования в город-курорт Анапа. Данное решение депутатами было принято единогласно. С инаугурации избранного главы города репортаж Светланы Авиловой. В ближайшие пять лет анапчане хотят видеть мэра Сергея Сергеева. За него отдали свои голоса 84% жителей города-курорта Анапа, пришедших 24 марта на избирательные участки. Решение на 47-й сессии Совета о вступлении Сергея Павловича Сергеева в должность главы города депутатами было принято единогласно. Избранный глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Сергеев произнес слова присяги. Вступая в должность главы муниципального образования город-курорт Анапа, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности главы, защищать интересы населения, уважать и охранять права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Краснодарского края и устав муниципального образования город-курорт Анапа. Председатель городского совета депутатов Леонид Кочетов вручил Сергею Сергееву нагрудный знак главы муниципального образования город-курорт Анапа. Начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Олег Костенко от имени губернатора Кубани вручил Сергею Сергееву удостоверение главы муниципального образования и зачитал приветственный адрес от Александра Ткачева. Вы с честью выдержали самый сложный экзамен в жизни лидера – экзамен на доверие людей. Анапчане по достоинству оценили ваши деловые качества и заботу о благополучии города и каждого его жителя. Уверен, ваша энергия, принципиальность, огромный опыт и искренняя любовь к родной земле помогут вам в решении всех ключевых задач. Прежде всего, сплотить вокруг себя команду единомышленников, и тогда самые любые сложные цели будут вам по плечу. Глава администрации, губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Глава муниципального образования, город-курорт Анапа Сергей Сергеев обратился к собравшимся. Искренне благодарен вам за то, что вы сегодня собрались в этом зале, на торжественной церемонии моего вступления в должность главы города-курорта Анапа. Степень доверия, которую оказали мне анапчане, более 32 тысяч, которые пришли 24 марта текущего года на избирательные участки, и поддержали меня своими голосами неизмеримо высоко. Сердечно благодарю вас за серьезную поддержку. Понимаю, что это большой кредит доверия, который я должен отдать столицей. Гарантирую, ваши ожидания я оправдаю. Все мои силы, знания, умения, весь мой профессиональный и жизненный опыт будет направлен на то, чтобы сделать Анапу лучшим курортом России, который будет принимать гостей круглогодично. Кроме этого, ставлю перед собой задачу добиться того, чтобы каждый анапчанин жил в достатке и на благоустроенной территории. Для достижения этих целей нужно много трудиться. Я готов к этому. Светлана Авела, Роман Карпов, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И к другим новостям. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края по солнечному одномандатному округу номер 39 Николай Иванюшкин провел прием граждан по личным вопросам. Общественную приемную у партии «Единая Россия» население обращалось с различными вопросами, а кто-то просто пришел поблагодарить Николая Егоровича уже за решенные. Подробности в сюжете. Заместитель президента Федерации зимнего плавания Кубани Владимир Чернов специально приехал вручить Николаю Егоровичу благодарственное письмо от их федерации за оказанную помощь в проведении заплывов. Решением нашей федерации было мне поручено передать грамоту за вашу помощь в проведении всех спортивных зимних мероприятий и также чемпионата России. Поздравляем! Алепов Семен Андреевич пришел на прием с просьбой оказать содействие в подключении электроэнергии в сотовосход на его участке. Семен Андреевич уже 85 лет, труженик тыла, и сам не может оплатить всю стоимость подключения. Николай Иванюшкин предложил два пути решения ситуации. Либо получить льготу, либо привлечь кого-то из спонсоров. Мы обязательно вам поможем. Каким образом решится вопрос, это мы будем зондировать. Один вариант, и второй, и третий. Как получится побыстрее, мы сразу вам сообщим. На прием граждан к депутату ЗСК Николая Иванюшкина приходили с различными вопросами. Клавдия Федоровна Сычева просила предоставление квартиры как вдове участника Великой Отечественной войны. Председатель Совета ветеранов Субсехского сельского округа Виктор Мищенко обратился за помощью к Николаю Егоровичу в строительстве памятников в Субсехе. Памятник, который стоит наверху, там около разрушенного клуба. Никто же не занимается, кроме как мы занимаемся. Школа занимается, там не будем так более-менее. А больше ж никто. Николай Иванюшкин всем пообещал помощи и поддержки в решении их проблем. Вера Войт, которой Николай Егорович уже помог в ее просьбе, пришла просто поблагодарить депутата. Так как у нее не было возможности заплатить за общую трубу, когда проводили газ. Ей смогли оказать в это материальную помощь. Огромное вам спасибо, Николай Егорович, что вы помогли мне. Мне очень тяжело, потому что я воспитываю самую дочь. Так получилось, что я одна осталась. Огромное вам спасибо. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион. Со вчерашнего вечера трасса по направлению Анапа-Субсех оказалась в густой пробке в обе стороны. Причиной тому стал временный карантинный пост на въезде в село. Пробка начинается от светофора на улице Мельковой, заканчивается лишь за пределами поста. Лихачи и особо торопящиеся водители преодолевают затор по обочине и полю. Знак «Стоп» в целях разгрузки движения заменен на знак, граничивающий скорость движения до 5 км в час. В Субсехском сельском округе в связи с обнаружением в природном заповеднике Утриш трех мертвых особей диких кабанов проходят профилактические мероприятия. В связи с этим ветеринарная инспекция по городу-курорту Анапа приносит извинения за временные неудобства и благодарит анапчан за понимание ситуации. Мероприятие проводится для полного контроля на санитарной ситуации в заповеднике Утриш и на территории Субсехского сельского округа. Как сообщает отдел гражданской защиты населения, угрозы жизни и здоровью жителей нет. Есть просьба соблюдать спокойствие и выполнять требования карантинных служб. Нам стало известно, что в Управление торговли и потребительского рынка администрации города поступило обращение от группы пенсионеров-дачников, которые хотели бы торговать на рынке по улице Чехова излишками своих продуктов с дачных участков. Но все места на объекте для продажи заняты перекупщиками. Чтобы разобраться с ситуацией и решить проблему, межведомственная комиссия выехала на место с проверкой. Чем закончилась эта история в сюжете. Комиссия приехала на место и сразу выявила нарушение правил торговли. На прилавках стоят различные домашние консервированные соления, которые продаются без всяких разрешений санитарных заключений. Вы можете торговать. Это лужку вылотим, тыкву вылотим. Вот, вот, вопросов нет. Но домашнее консервирование вы не имеете права продавать. Продажу таких консерв продавцам строго запретили. После разрешения этого вопроса, межведомственная комиссия приступила к главной проблеме, по которой обратились жители. Всего две пенсионерки расположились на месте для продажи дачных овощей. Хотя здесь могут торговать все жилающие пенсионеры-дачники. Но свои законные места они занять не могут. Почему вы считаете, что вам можно занять три метра? Да пускай становится, кто им не дает. Вы не даете? Куда? Покажите, куда? Кроме того, данное место торговли выделено исключительно под продажу местной самостоятельно выращенной продукции. А тут налицо товар от перекупщиков. Что свое? Помидоры импортные? Чеснок импортный? Я свое продаю. Что вот здесь? Что вашего? Объясните мне. Пока ничего сейчас нет на даче. После того, как все мнения и пожелания были услышаны, межведомственная комиссия вынесла свое решение. Чтобы все пенсионеры могли мирно торговать, единственный вариант, который всех удовлетворил, перенести точку торговли на ярмарку привоз в районе шестой школы, где торгуют только кубанские фермеры. Там и пенсионеры-дачники смогут без проблем продавать излишки своей продукции. Они согласились с этим, очень рады этому. Мы посмотрели место, сейчас все это обсудили. Вот мы видим, они убирают сейчас здесь за собой. В ближайшее время мы эту конструкцию перенесем туда. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа-регион. В Анапе стартовало первенство России под дзюдо и категорией катта-группа. Юноши и девушки в возрасте 13 до 15 лет из 8 регионов России в составе 12 команд несколько дней будут показывать строгому жюри все, чего им удалось достичь в освоении техники дзюдо. Подробнее о катта-группе и особенностях первенства в репортаже Вадима Родина. Уже не первый раз такие крупные соревнования проводятся в Анапе. И как всегда в спортивном комплексе Института береговой охраны ФСБ России. На церемонии открытия участников первенства приветствовал начальник Института контр-адмирал Владимир Белков. Дзюдо воспитывает в том числе такие качества, как патриотизм, верность долгу. Все то, что присуще у нас в воспитании наших курсантов. Мы очень благодарны, что такие соревнования проводятся на территории Института. Всегда поддерживаем эти соревнования, потому что это один из этапов военно-патриотического воспитания будущих защитников наших морских рубежей. Здесь собрались самые лучшие спортсмены-зюдоисты в возрасте от 13 до 15 лет. Предварительно они прошли два отборочных этапа. Анапа, как всегда, теплой и гостеприимно встречает спортсменов. Очень удивлена, что в таком небольшом городе столько детских спортивных школ. Насколько мэрия, насколько руководство города Анапы заботится о том, чтобы дети были организованы, чтобы они занимались спортом. Ну и пусть проводят соревнования в Анапе, мы будем с удовольствием сюда приезжать. Соревнования этого года принципиально отличаются от предыдущих тем, что в этот раз возраст борцов увеличен до 15 лет включительно. Раньше детское зюдо ограничилось 14 годами. Это возрастная группа и еще чуть-чуть поменьше, это до 13 лет. Мальчики и девочки – это база, это основа тех результатов, которые будут через 8 лет примерно на Олимпийских играх. Она появляется лидером в области как раз детского зюдо до 13, до 15 лет, потому что здесь уделяется громадное внимание развитию этого направления. Ну и в Краснодарском крае мне не надо указывать на то, что есть и свои олимпийские чемпионы. Это отчасти и стало толчком к росту популярности дзюдо среди россиян практически всех возрастов. Спустя полгода после победы наших дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне во многих школах по всей стране отмечается резкое увеличение числа новых учеников. Первенство страны продлится два дня. По итогам соревнований станет ясно, кто войдет в состав сборной России и будет выступать в будущем на татами европейских и международных соревнований. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. До начала Олимпийских игр в Сочи осталось меньше года. Все спортивные центры уже готовы и в этом сезоне принимают соревнования мирового уровня с участием российских иностранных спортсменов. Сегодня практически все стадионы и службы поддержки работают в режиме Олимпиады. Сотни журналистов освещают соревнования и подробно рассказывают, как идет строительство и как город готовится к играм. В нашей съемочной группе тоже удалось побывать на Олимпийских объектах. Вашему вниманию специальный репортаж из Сочи нашего корреспондента Алины Бумировой. С 2007 года, когда Сочи объявили Олимпийской столицей, курорт заметно преобразился. В имеретинской низменности выросли спортивные дворцы, в Краснополяне проложены и обустроены горнолыжные трассы. Открыть новый терминал аэропорта появились современные развязки и автодороги, открылись двери новых гостиниц. Однако впереди еще много работы. Самое главное на данный момент протестировать и наладить все системы арен, чтобы на Олимпийских стартах все было, как говорится, без очка и задоринки. Всего на Олимпиаде в Сочи будет 98 комплектов медалей, 30 из которых будет разыграно в горнолыжном центре «Роза Хутор». 2328 метров над землей, и мы находимся с вами в снежном раю. Это самая высокая точка «Роза Хутора», где через год будут стартовать зимние Олимпийские игры 2014. Все Олимпийские спортивные объекты в горах еще в начале 2012 года прошли тестирование. Здесь состоялись соревнования как национального, так и международного уровней. Состязались в мастерстве на горнолыжном спуске, биатлоне, беге на лыжах, фристайле и сноубординге. Спортсмены единодушно признали, что трассы в Красной Поляне непростые, но интересные и сделаны на самом высоком уровне. По словам Александра Белокобыльского, исполнительного директора горнолыжного центра «Роза Хутор», популярность курорта среди туристов очень высокая. О том, что будет после Олимпиады, мы не переживаем, потому что мы уже это проходим до Олимпиады. Наш курорт работает уже, говорю, третий сезон, и 5800 человек 26 января, говорю, наших гостей. Эта цифра говорит о том, что он востребован, что людям нравится он, что люди едут. И неудобно, конечно, тут мы ничего поделать не можем, что мы не можем полноценно отработать весь зимний курорт, и мы перед людьми, которые хотят к нам ехать, извиняемся, потому что тестовые соревнования необходимо проводить. То есть у нас обязательства по подготовке к Олимпиаде, как бы это приоритет. Спортивные сооружения в Сочи отвечают всем требованиям международного уровня и готовы принять соревнования, которые впервые будут проводиться в рамках Олимпиады 2014. Так, к новым дисциплинам подготовлены трассы экстрим-парка, а летающие лыжницы уже познакомились с новым комплексом трамплинов «Русские горки». Эстафету соревнований приняли ледовая арена в Олимпийском парке. Здесь, на побережье Черного моря, находятся хоккейный ледовый дворец «Большой», арена «Шайба», конькобежный центр «Адлер-арена», дворец зимнего спорта «Айсберг», керлинговый центр «Ледяной куб», а также олимпийский стадион «Фиш», на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Все спортивные объекты размещены очень компактно вокруг Олимпийской площади, и их можно обойти буквально за 20 минут. Ледовый дворец «Большой» станет основным хоккейным стадионом во время Олимпиады. Он рассчитан на 12 тысяч зрителей. По архитектуре напоминает замерзшую каплю. Одной из главных достопримечательностей нашего дворца является медиакуб. Вес его 22 тонны. Пожалуйста, посмотрите. Это очень достаточно серьезная конструкция, предоставленная генеральным партнерам, вернее, из генеральных партнеров, фирмы «Панасоник», который позволяет проецировать на себя и систему видеоголов, и систему видеоповторов, и различные, ну, осуществляет различные медийные функции. На апрель 2013 года в «Большом» запланировано проведение первых тестовых соревнований международного уровня – чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Постолимпийское использование дворца планируется проведение различных мероприятий, как спортивного характера, то есть это и учебно-тренировочные сборы, и другие массовые мероприятия, например, использование дворца как концертного зала, что позволяет, кстати, трансформация арены, различных выставок, ну и других мероприятий. Сейчас территория самого парка только начинает изменяться, но арена уже вовсю красуется на южном солнце. На сегодняшний день строительные работы на спортивных объектах завершены. Единственный несоревновательный объект в парке – стадион «Фишт», сдача которого намечена на сентябрь этого года. Здесь развернутся самые красочные мероприятия в 2014 году, которые смогут воочию увидеть более 40 тысяч зрителей. Стадион также возводится с учетом требований «ФИФА». Здесь в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Из более 400 олимпийских объектов только 13 предназначены для состязаний спортсменов. Остальные сооружения – это транспортная, энергетическая и городская инфраструктура. Один из наиболее важных объектов – 50-километровая совмещенная дорога «Адлер-Альпика-Сервис», которая не только обеспечит быструю доставку спортсменов и зрителей спортивным объектом, но и будет востребована после 2014 года, перевозя туристов по маршруту «Адлер-Красная поляна». Усилиями сотен тысяч участников олимпийского проекта Сочи приобрел развитую инфраструктуру и современные спортивные площадки. Уникальное сочетание горных массивов, Черноморского побережья, климата и комфортных условий проживания непременно отразится на дальнейшем развитии курорта и сделает его всесезонным. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Сочи. Такое нам запомнилась эта неделя. Далее прогноз погоды на выходные дни и блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Это и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь до пятницы. Всего доброго и до свидания. Суббота 30 марта в Анапе ожидается солнечная погода, но довольно прохладная. Температура воздуха днем плюс 6-9, ночью до 2 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Температура воды в Черном море 6 градусов со знаком плюс. В воскресенье 31 марта Анапу наконец-то пригреет солнце. Температура воздуха в дневные часы до плюс 15, ночью около 8 градусов по Цельсию. Ветер переменный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 6 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова